И тем самым Ювентус является перед началом сегодняшнего матча между Ромой и Кайлери безоговорочным фаворитом в чемпионской гонке, хотя отставание Ромы и Милана всего лишь три очка, но вряд ли Роме удастся сегодня превзойти. Хотя нет, почему вряд ли? Всего лишь четыре мяча забил Ювентус за три матча, а у Ромы разница забитых и пропущенных мячей 3-0, так что если сегодня удастся Роме переиграть с крупным счетом Кайлери и при этом не пропустить, то Рома сдвинет с первого места Ювентус и придется командам потолкаться. Потолкаться в верхушке турнирной таблицы для того, чтобы первую строчку для себя отвоевать. Я уже упомянул о том, что Кайлери всего лишь одну очко набрал и 14 место у команды Сденека Земена на данный момент. И давайте знакомиться со стартовыми составами команд. Есть здесь одно принципиальное противостояние, не только противостояние Сденека Земена и Ромы, сегодня считается принципиальным, но и Раджа Нейнгалан. Появился в стартовом составе Ромы против своего бывшего клуба. Итак, давайте, давайте знакомиться быстрее с главными действующими лицами сегодняшнего матча. 26-й номер, голкипер Морган де Санкти с линии обороны. Слева направо, третий Эшли Коул. По центру сегодня играет Мапу Янгамбива. 25-летний французский защитник и его партнер по центру обороны Костас Мало Манолас. Номер 44-й. 13-й номер справа. В обороне играет Майкон. Трио полузащитников. Четвертый номер. Раджа Нейнгалан. 16-й. Даниэль Эдероси и 20-й Сейду Кейта с мячом Эшли Коул. И не удалось Эшли Коулу выполнить точную передачу в штрафную площадь. Но сам же пошел свою ошибку исправлять Эшли Коул. Много движения, много активных единоборств на стартовых минутах матча. И мяч покидает пределы поля. И в атаке у Ромы сегодня играет под 22-м номером Матиа Дестро. 24-й у Алисандро Флоренци. И под 27-м номером выступает Жервиньо. Руди Гарсия. Главный тренер Ромы. И теперь состав Калери. Олесио Краньо. 27-й номер. Галкипер. Защищал он обороты своей команды в матче. В матче получается первого тура. Нет, прошу прощения. В матче прошлого тура. Да, в матче против Аталанте. Появился Краньо. В первом туре ворота Калери защищал Колумбия. Но, видимо, варьирует воротарскую позицию. С Денек Зэмэн и первый опасный удар. Едва не состоялся у Матии Дестро. По центру располагался Дестро. Поставил корпус и здорово мог бить, но не так слабо, как в итоге получилось у Дестро. В прошлом сезоне Дестро в матче с Калери. Правда, на выезде оформил хитрих. Удастся ли повторить прошлогодний успех? Дестро увидим. Далее по списку состав Калери. Франческо Писано. 14 номер играет на правом краю обороны. По центру Лука Чапители. 32 и 15 Лука Рассетини. И слева в обороне играет Данила Авелар. Восьмой номер. Средняя линия. Пятый номер Даниэль Конти. 20 Альбин Эгдаль. И под 10 номером выступает Жао Педро. И впереди 17 Диего Париас. 23 Виктор Ибарбо. И 25 Марко Сау. В этом сезоне один забитый мяч есть на счету у Марко Сау. В первом туре во встрече против Сауола. А нам еще раз повторяют удар Мати и Дестро. Не так много моментов. Первые 5 минут в нашем матче. Так что можно посмаковать первый удар в створ ворот. Олесио Кранио. Но ударов сегодня будет немало нанесено. По владениям Кранио прорывался Жервиньо. Рядом находился арбитр. У Жервиньо были основания на то, чтобы пожаловаться арбитру. Грубовато против него играли. Но Жервиньо на ногах устоял. И поэтому арбитр просто пропустил этот эпизод. И Себастьяна Перуцу нечасто вдруг вступает на первых минутах. Серьезная эпидемия травм обрушилась на Рому. Но после встречи с ЦСКА в Лиге Чемпионов не досчитался сразу двух игроков основного состава. Руди Гарсия при подготовке к матчу третьего тура. И выбыли Давида Астари и Хуан Мануэль Итурбе. И Турбе по разным прогнозам может пропустить от двух до трех недель. Что касается Астари, то пока окончательный срок, когда должен восстановиться и выйти в стартовом составе этот защитник, пока время выхода его на поле не называется. Астари, то есть, в принципе, не было положений вне игры. Хотя не поверил в свое верное расположение Матио Дестро. Вырезал ему передачу в Флоренции. Ну а здесь придержали. Придержали немного за майку Жервиньо. Но если бы Жервиньо упал, я думаю, что Себастьяна Перуца отреагировал на падение Ивуарица. Но Жервиньо, как настоящий боец, на ногах удержался. Активный прессинг демонстрирует Рома. И за счет того, что Майкон чуть выдвигается вперед, сталкивается с Ибарбово, но это дуэль. Доставит нам сегодня немало единоборств. Ибарбово, вероятно, попробует сместиться на противоположную бровку. Но согласитесь, Майкон или Эшли Коул часо-часу не легче. Помимо потери Астурии и Турбе, продолжает восстанавливаться Кевин Стротман. В лазарете находится молодой 20-летний полузащитник Ромы Салих Кучан, Марко Барьелло, Леандро Кастан и Федерико Бальцаретти. Пока Роме помочь не могут. Перевод Флоренции с правого фланга. И сегодня Флоренция заменяет на правом краю атаки и Турбе. Матч из ЦСКА. Вы могли убедиться, насколько слаженно и турбе вписывается в построение Ромы. И великолепная скорость, и великолепный дриблинг у этого игрока. И после его перехода из Вероны в Рому, я думаю, что римская публика получила невероятно толкового вингера. И при этом очень быстро вписался в задумки Руди Гарсии и Турбе. И тем сложнее сейчас Роме играть без его участия. Флоренция. Не торопится подавать. А вот что продемонстрирует Раджа Нейнгалан. Передача вверхом на Дестро. Нейнгалан. Так же, как и Сден Экземен. В сегодняшнем матче, ну, по крайней мере, испытывают приятные чувства. Сден Экземен возвращается в Рим. Ну, а Раджа Нейнгалан имеет возможность со своими партнерами, с экс-партнерами по Калери встретиться. И перед стартовым свистком Себастьяна Перуццо, Нейнгалан и Викторе Барбу перекинулись приветственными словами. Напомню, что с 2010 по 2014 годы Нейнгалан выступал за Калери. И здесь, по сути, Нейнгалан на Сардинии заработал себе имя и набрался опыта, выступая за Калери. И сейчас Раджа Нейнгалан является одним из лидеров Ромы в центре поля. Флоренция, передача на дальнюю штангу и 1-0. Десятая минута. Алисандро Флоренция становится автором голевой передачи на Матию Дестро. Очень быстро удается Роме счет матча открыть. Вторая игра всего лишь для Алисандро Флоренция в этом сезоне. Но сезон только начинается. И первый забитый мяч Калери можно считать любимым клиентом Матии Дестро. Еще раз Джервиньо сместился в центр. Из центра успел разогнать эту комбинацию Флоренции. Матию Дестро! Я специально сделал небольшую паузу для того, чтобы вы насладились тем, как римская публика встретила забитый мяч Дестро и неоднократно прокричали болельщики фамилию этого нападающего. Матия Дестро открывает счет матча. И словно не хватало Калери пропущенного мяча, понеслась команда Земена вперед и Барбо. Вступил в борьбу за мяч Майкон. Помог ему Манолас. Вперед направо в расчете на подключение Дьего Парьеса. Но Парьес, как мы видим, упустил мяч за боковую линию. Долго отсиживался коллектив Сденека Земена на своей половине поля. Пытались они перетерпеть. Возможно, где-то переждать натиск Ромы, но ничего не вышло. Провал в центре обороны. И Флоренция воспользовалась этой брешью для того, чтобы сделать голевую передачу на набегавшего Матию Дестро. Отсутствует сегодня в стартовом составе у Ромы Франческо Тотти. Но опять же, очень плотный график встречи сейчас у Ромы на старте сезона. И упоминал Руди Гарсье перед дебютным матчем с ЦСКА, что у ЦСКА было уже к тому моменту проведено 7 матчей в чемпионате России. Плюс ко всему, армейцы раньше начали подготовку к сезону. Так что с точки зрения физических кондиций ЦСКА Леониды Слуцкого имел превосходство. Жервиньо. Нет положения вне игры. Жервиньо. Может и сам забить. Флоренции. 2-0. 13-я минута первого тайма. И Александро Флоренции. Вынужден вновь поставить на колени Калери. И куда? Куда летит Флоренция? Что же он хочет этим показать? Ой-ой-ой. Флоренция убегает на трибуну и поздравляет то ли своего дедушку, а маму, 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 прошу прощения. А может быть и бабушку. Уж не знаю, честно говоря. Сейчас мы обязательно в социальных сетях должны выяснить, кого же поздравил Александро Флоренции. И хотелось бы, чтобы Себастьян Уперутся, главный арбитр встречи, но никак не наказывал за такое теплое приветствие Александро Флоренции. Жервиньо становится автором голевой передачи. Но и удар Александро Флоренции оказался неберущимся для Олесио Краньо. Слишком близкая была дистанция у атакующего полузащитника Ромы. Винить вратаря ни в коей мере мы не можем. Да, и какие эмоции, какие эмоции. Вот что значит семья для Александро Флоренции. Придет ли в себя калере после двух пропущенных мячей к 13-й минуте? Я напомню, что в игре против ЦСКА Рома забивала на 6-й, 10-й, 20-й минутах. 31-й и на 50-й минуте Сергей Игнашевич срезал мяч в собственные ворота. Так что дистанция между забитыми мячами у Ромы в этом сезоне, в особенности в прошлом матче, слишком короткая. И расслабляться ни в коем случае не стоит. А мы с вами имеем уже к 13-й минуте два гола. Чемпионат Италии на старте этого сезона радует результативностью. И во втором туре мы с вами увидели два совершенно фантастических матча с участием Пармы и Милана, и Интера, и Сосуола. И Барбо не дает возможности пробить мапу Янгамбива. Положения у Нигра здесь не было. Хороший заброс в исполнении Жоао Педро. И выбегал на ударную позицию Виктор и Барбо. Но смахнул мяч с ноги и Барбо. Последний момент. Французский защитник Янгамбива. Ждем розыгрыша углового в исполнении калерии. Следует навес на ближний угол вратарской. И с мячом очень легко справляется оборона Ромы. Ну и Жервини, оказавшись на позиции центрального нападающего, здорово этот мяч подобрал. И закончилось это все результативной передачей на Александра Флоренце. Как подсказывает нам статистика, правда эта статистика не касается Александра Флоренца. Она больше всего и прежде всего касается Мати и Дестро. С момента начала календарного года в 19-ти матчах Мати и Дестро забил 11 мячей. Хорошую результативность демонстрирует Мати и Дестро. А это Александра Флоренце. Сольный проход Флоренце со своей половины поля. Передача в штрафную и должен-должен догнать? Нет. Немножко не успевает. Дестро к этой передаче партнера. Майкон подключился к атаке. Проваливается из середины поля у калери. Зажигают трибуны. Есть от чего порадоваться поклонникам Ромы. Команда, напомню, не пропустила еще ни одного мяча в новом сезоне. В чемпионате Италии. В первом туре на стадии Олимпико была переиграна Фиорентина 2-0. После этого победа над Эмполи. Но победа, которая вряд ли могла принести положительные эмоции поклонникам Ромы. Три очка набраны. И можно готовиться к следующему матчу. А следующий матч был против ЦСКА в рамках Лиги чемпионов. И как раз таки в этой игре первый мяч команда пропустила. Казалось бы, скептически все восприняли уход Мехди Бенатья в Мюнхенскую Баварию. Но, как мы видим, оборона Ромы не развалилась. И оборона стала крепче. Прежде всего, и сейчас Ромы делает ставку не на оборону, а на атаку. И эта ставка себя оправдывает едва ли не в каждой игре. Не только в чемпионате Италии, но и в Еврокубках. Даниэли Дероси попадает под него Виктор Ибарбо. Двумя ногами бросается Дероси на соперника. Рядом находился арбитр. И Себастьян Аперутся нарушение провел. Зафиксировал. Да, вот сейчас появилась информация, прошу прощения, за эту паузу. В твиттере поклонники итальянского футбола, поклонники Ромы написали, что отправился поприветствовать свою бабушку, поприветствовать, поцеловать, обнять и поделиться с ней радостью от забитого мяча в этом матче. Ну и нужно заглянуть в протокол. Не показал ли Себастьян Аперутся за это предупреждение Александра Флоренция? А Флоренция действительно была предъявлена желтая карточка. Ну, честно говоря, непонятно такое решение арбитра. Ничего против правил Флоренции не совершал. Не было никакой провокации. И не стоило, конечно, так сухо подходить к этому эпизоду. А нам еще раз показывают момент с передачей на Флоренции. И, вероятно, положения вне игры у Флоренции не было. Продолжается наша встреча. Рома очень охотно мяч контролирует. На Инголан. Дероси. Играет на вратаря Моргана де Сантеса. Завяжется ли комбинационная игра у Кайлери? Известная команда Сденека Земена своим рвением идти вперед, идти в атаку, играть на публику местами. Но сейчас мы видим, что Рома отдает сознательно инициативу Кайлери. Конти. Освобождается справа партнер. Франческо Писано. Без нарушений правил играет Раджана Инголана. Надо подниматься, по мнению Себастьяна Перуццо. Подниматься и возвращаться на свою половину поля. В контратаке. Рома Жервиньо. На левом фланге Жервиньо. Режет угол и смещается. Центр натыкается на ногу защитника. Писано. Успевает Рома перекрывать свободные зоны. Снова ранний прессинг. И удается слегка приостановить движение Виктора и Барбо. Эгдаль. А здесь следует подстраховка из глубины. Подключается к обороне Матья Дестро. И правило нарушает нападающий Рома. Свалил он в борьбе с Даниэлем Конти. Показали нам капитана Калери. А вот капитан Ромы. Франческо Тотти. Лидер команды. Рядом с ним Миралин Янич. Но сегодня капитанец не Тотти. По крайней мере пока Тотти нет на поле. Подача в штрафную площадь. И удар. Удар состоялся. Лука Чапители. Воскорослый центральный защитник. Калери подключился к розыгрышу стандарта. И с линией вратарской в борьбе с Майконом и Янгом Бива. Нет, Майкона рядом не было. Рядом находился Кейта и Янгом Бива. Но ухитрился. Нашел возможность Чапители для того, чтобы удар нанести. Стэн Экзэмон заявил, что рядовым этот матч для него не будет. Но похоже, что по счету и по игре для Ромы эта игра все-таки рядовая. Не испытывает Ромы никаких трудностей. Да, сейчас берет команда Руди Гарсия небольшую паузу. Комфортное преимущество в два мяча было добыто. Но был, честно говоря, в этом туре неприятный пример для команды, которая ведет в счете 2-0. Два дебютанта серии А играли между собой Чизене. И Чизена, ведя в счете 2-0 после первых 45 минут, в итоге позволила Энболе дважды отличиться во втором тайме и дебютанты очки поделили. Но Рома команда опытная и вряд ли ее можно здесь сравнивать с Чизеной. Разве что роднит эти команды в третьем туре то, что они в первом тайме два мяча сумели забить. Но у нас еще первый тайм продолжается. Идет 26-я минута. Сау передача в штрафную совершил рывок с правого фланга один из партнеров Марка Сау был Диего Париас но пробитие зацепиться за эту передачу Париасу было не суждено. Дероси с глубины на Кейта Флоренци справа движение от Майкона мы с вами не видим и Майкон застыл на месте Дероси на Инголан снова на Инголан расчетливо играет Рома как и в матче с ЦСКА продолжает Рома потихоньку вкатываться в игру хоть и очень быстро были забиты два мяча но идет всего-то середина первого тайма и Кайли пытается перестроиться Кайли пытается насытить середину поля но при этом команда СДН и Казэмана продолжает да вот такие ошибки и недочеты в обороне допускать совсем немного забежал за линию офсайда Эшли Коул да и мы видим что практически на одной линии с Данилом Авеларом находился Эшли Коул но лайнсмен увидел увидел причем сработал очень четко Майкон есть пространство у Майкона для ускорения Данила Авелар в отборе играет чисто и Барбо сбивает его с ног Сейду Кейта и нарушение правил улыбается Себастьяна Перуццо Виктор и Барбо умеет мяч корпусом закрыть снова показывает Франческо Тотти словно прячет Виктор и Барбо этот мяч как черепаха голову в панцирь и очень сложно и Барбо с места сдвинуть когда он мячом владеет и так подачу ждем штрафную площадь Моргана де Сантиса у мяча Жоао Педро на вес и Майкон оказывается выше своих партнеров и очень оперативно вступает в борьбу за мяч а это уже Александро Флоренци страхует Майкона на правом крови обороны а это Виктор и Барбо и снова единоборство снова единоборство с Майконом а нам еще раз показывают болельщиков Ромы внимательно наблюдающих за первым таймом матча с Калери ни одного удара в створ ворот Калери не нанес и из трех ударов в исполнении футболистов Ромы два оказались забитыми мячами феноменальная совершенно результативность и феноменальная точность ударов у команды Руди Гарси Деросси Нейнголан налево на Эшликова Янгамбива Деросси перемудрил Даниэля Деросси заставил Маноласа понервничать но благо не получилось у Калери быстро мяч в игру ввести и теперь уже Рома полностью готова к тому чтобы встречать своего оппонента Нейнголан снова-снова корпусом здорово цепляется за мяч Жуао Педро Нейнголан не совсем удачно пытался Нейнголан выбить мяч вперед Кейта останавливается сейду Кейта еще один разворот и Конти фалит Даниэля Конти для него игра с Ромой отдельная возможность свою бывшую команду не то чтобы наказать но по крайней мере доставить неудобства и самое удачное начало карьеры было у Даниэля Конти всего лишь два клуба было и есть у Даниэля Конти в послужном списке это Рома и Калери так вот с 96 по 99 годы Конти провел в Роме можно сказать лучшие годы своей жизни пытался отдать Роме но не очень-то у него получилось и с 99 играет за Калери более 400 матчей провел этот опытнейший 35-летний капитан Майкон сталкивается с Олесио Краньо сталкивается по своей воле по инерции двигался на вратаря бразильский защитник Краньо уже мечом завладел а Майкон в него возьми и ударься в итоге ударился бедром но уже на ногах толчок в спину ну неужели Рома нас в первом тайме больше не порадует интересными комбинациями соскучились мы по атакующей игре римлян ушел мяч за пределы поля да и опять Флоренция аплодирует уже не в первый раз мы видим как перевод мяча на фланг становится сложной задачей для римлян вспоминаемый перевод Данили Дероси на Манолоса и сейчас на Флоренцию пас был не очень расчетливый Дероси мячом больше владеют хозяева поля и чаще ошибаются семь неточных передач против трех у Калери Кейта темп невысокий темп устраивающий Рому Флоренция в центре справа Жервиньо Жервиньо можно ведь было и на Майкана отдать будет ли у нас повтор этого момента или нет но Флоренция чуть опередил события Жервиньо еще не набрал настолько высокую скорость а Флоренция уже делает передачу Писано Конти смещается с фланга Писано Авелар слева и Барбо вот кто-то другой кроме Майкана опекает и Барбо и Манолос все очень четко исполнил плюс ко всему не позволил до мяча добраться Авелару и Барбо дальше к атаке не подключился Руди Гарсио сверяется все ли так налажена связь по рации может быть с ассистентом который занял свое место на трибуне и сверхотуры стадио Олимпико наблюдает за этим матчем но честно говоря претензий-то у Руди Гарсио в своей команде пока нет пригрозил Майкан пальцем Виктору и Барбо улыбается Сденек Зэмон знаете наблюдает за тем что происходит да была игра руку Виктора и Барбо наблюдает с таким изучающим взглядом Сденек Зэмон очень тепло кстати говоря встретили Сденека Зэмона объявление его фамилии на Олимпико если в момент объявления состава команды стадион посвистывал то когда прозвучало имя Сденека Зэмона то стадион поаплодировал ничего к сожалению Сденек Зэмон с Ромой не сумел выиграть будучи главным тренером римской команды как ни странно но главные тренерские успехи Сденека Зэмона связаны с командами выступавшими в серии Б так было Фоджи и так было в Пескаре именно эти команды он выводил в серию А но Сденек Зэмон за трофеями не гнался и ему важно было чтобы футбол который демонстрирует его команда был запоминающимся был местами бесшабашным и увлекательным прежде всего к этому стремился и стремиться Сденек Зэмон но что касается игры в обороне то действительно сейчас у калере мы с вами наблюдаем в первом теме бесшабашные действия это не анархия но порядка здесь мало покинул калере Астрии перебрался в Рому об уходе Астрии известно было давно бывший владелец калере ввел странную трансферную политику и готов был всех своих лидеров продать но за умеренную цену так в итоге произошло ушел на Инголан ушел Астрии была смена главного тренера в калере в прошлом сезоне и команда сумела сохранить место в серии А пришел Сден Экземен приобретений громких у калери не было и сейчас Сден Экземен просто использует тот материал который остался по итогам прошлого сезона но с Ромой тягаться калере пока еще рановато и Барба вперед мяча назад на вратаря тяжело назвать это обострением а вот это действительно обострение и в подкате Лука Чапители свою же ошибку исправляет ошибка могла принести очень серьезные неприятности калере упусти мяч Чапители слева Авилар и Барба направо идет передача Писано через фланг Эшли Коула очень редко атакует калере ну и мало смещений лежит к правому флангу атаки калере делает Викторе Барбу от него основная угроза всегда исходит в составе клубы из Сардинии снова и Барбу положение вне игры но успел Костас Манолас даже после свистка арбитра на мяча был первым защитник Ромы а не нападающий калере идет 40-ая минута первого тайма спокойствие и размеренность главные черты после того как Рома забила два мяча Коул подача Эшли Коула поставляет свою голову Лука Чапителли и не позволил Алисио крайне мячом завладеть еще раз наблюдаем за подачей Эшли Коула и Чапителли сам того не ожидая помешал крайне мячом завладеть и после этого Раджан Ингалан нанес удар поворотом но мяч пролетел чуть выше Конти соперничать с Ромой в скорости калере тоже не может позиционные атаки калере разгадывает команда Руди Гарсии как простую задачку дважды 2-4 так что для Ромы этот матч становится первым тайм хорошей боевой тренировкой после Лиги Чемпионов Янгамбива с мячом Конти снова Конти падает пятый номер продолжает свою атаку калере писано на Эгдаля Эгдаль перевод с правого фланга Янгамбива неаккуратно играет француз странно что именно так решил выбить мяч подальше от ворота Янгамбива подача и это опасно если бы для мяча доставал Жоау Педро Фловенция попал мяч в лицо но продолжается атака калере удар Виктора и Барбо ох и попортит он сегодня помотает нервишки в обороне Рома и Барбо в борьбе с Янгамбива наносит удар поворотом главный адресат для таких навесов в штрафной площади Ромы перед нашим взором перед нашими глазами Виктор и Барбо две игры в этом сезоне пока ни одного забитого мяча Жервиньо до конца пошел прессинговать Франческо Писано и мяч от Ивуарица в пределы поля покинул Чапителли 14 минут пока владеют мячом игроки Ромы и 10 с половиной даже чуть больше мяч контролирует гости Дероси великолепен в отборе впрочем как и всегда Жервиньо слева Дестро Жервиньо ну дайте Жервиньо забить да недопонимание случилось между Дестро и Жервиньо Дестро ожидал что Жервиньо останется на месте а вся линия обороны сделает несколько шагов вперед и будет тем самым отрезана а Жервиньо наоборот опланировал передачу под дальнюю штангу либо он мяч сумел переправить в незащищенный угол ворот Олесио кранью вот здесь случилась несогласованность несется несется Жуао Педро меньше минуты осталось до окончания основного времени первой половины встречи и Барбова побрасывает между ног и будет удар бросается бросается под этот удар Эшли Коул прижимается Рома своим воротом ближе к перерыву а если бы сделал ложный замах а если бы чуть потоньше сыграл Диего Фариас оказался бы отрезан Эшли Коул и у Фариаса 2-3 лишних метра чтобы атаку продлить ну и угловой мог стать серьезным оружием нарушены правила в штрафной площади Ромы на газоне оказывается на Инголан и звучит свисток на перерыв Себастьяна Перуца первый тайм заканчивается с очень комфортным счетом для Ромы 2-0 команда Руди Гарсии выигрывает по мячу оформили Матио Дестро и Александро Флоренци мы с вами отправляемся на небольшой перерыв и совсем скоро возобновим рассказ о противостоянии Ромы и Калери на стадии Олимпико Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова